Привет, YouTube! Меня зовут Вика, и сегодня я хочу поделиться с вами очень необычным для меня опытом. Сегодня я стану частью проекта Edutainment Bureau, который организует лекции в креативном пространстве Urban Mood. Это в авиапарке, где модный островок Trend Islands. Вот, и сегодня я координатор и полностью ответственная за проведение и организацию лекции. Кого бы вы думали? Натальи Осман. Да, той самой, которая Follow Me Too. Дико-дико, очень интересно будет с ней познакомиться, и, конечно же, я очень сильно боюсь сделать что-нибудь не так, но... Я подменяю свою подругу Женю, и она уверила, что в этом нет ничего сложного. И поскольку я уже была на прошлой неделе, помогала ей организовывать, провести лекцию одного очень известного диетолога Натальи Зубаревой, у неё фолловеров в Instagram 600 тысяч, по-моему, или 900 тысяч. В общем, пришло очень много народу, гораздо больше, чем посадочных мест в лектории, и сегодня ожидается такая же толпа, и я немного боюсь. Предлагаю вам пережить этот опыт вместе со мной, и поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну самые такие ужасные приготовления позади, все, я тут, ну и о порядок, проверили технику, самое главное, вектор здесь уже, и гости подходят, да, здравствуйте, пожалуйста, снимайте одежду, мне тут дети помогают, спасибо. Вот, подтягивается, вот сегодня, кстати, очень плохая погода, дождь, я думаю, именно поэтому гостей не так много, вот она на руку, вот даже не получим, вот я думаю, сейчас все начнется. Да, здравствуйте, меня зовут Михаил. Ага, а зачем вы здесь? Сегодня скинули ссылку мне, и решил, что очень интересно мероприятие, вот, в другом здании Михайловским, Дарлинг, так кликирую, вот, вправо, в поле, степень. Все, началось. Возможно, забегая немножко вперед, в то время инстаграм только начинался, и, возможно, феномен того, что произошло, феномен того, что произошло, именно массовой активности нашего проекта, он был связан, в том числе, и с тем, что социальные медиа только зарождались, и только начинали все свои обороты. Ой, как всегда криво, надо привыкнуть. Почти все закончили. Наталья с Муралем сейчас отвечают на вопросы. Я бы тоже позадавала им вопросы, но, не знаю, попробую сделать это лично. Субтитры сделал DimaTorzok А вот, пожалуйста, давайте. Не знаю, не знаю, но, не знаю, но, не знаю, но, не знаю. Вот, есть какая-то медиастрическая письма? Ну, очень, я понимаю, не знаю, что у вас обычная медиа. Да, 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 вот. Это очень круто, это очень. Я слухаю. А у вас еще есть и Настя? Да, а вы сделаете наше? Да, я знаю. Да, да, да. Ой, все-таки не зимой. Познакомьтесь, пожалуйста, от вармарки. Ой, все приятно, очень приятно. Здрасте. Мы, сложно говоря, инициаторы. Спасибо, что всё большое. Как всё в духовке. Потому что я, правда, там послушала, а не здесь. Но было классно. У вас так уютно здесь? Да, мы поэтому хотели, чтобы это были выключены. Ирина. Ну вот ещё Ирина. Вы уже устали? Нет, нет, нет. Полосы шикарные. Да, да, да. Я только подумала. Когда у вас устали. Вот всё, соединила всех и всех. Я довольна, мне нравится. Первый опыт. Мне кажется, прошёл. Да, да, да. В новом проекте, кто ваша аудитория. И чётко в неё идёт. Кто кумир этой аудитории, которая ваша там. То есть даже бренды сейчас пытаются выйти и на артистов, и в диджитал. То есть нужно чётко просто как-то нащупать, кто... Даже к кому-то самому ходить. Да, к самому. Потому что они как бы сидят, мы часто так делаем. Походим, они готовы к прикольной идее. Давайте дальше её... То есть вы пишите им письмо? Да, да. Мы сами анализируем, кто нам интересен, кто наши бренды. Просто по психологии похож бренд или нет. И мы сами им предложения прям всё устроим. Они только ждут. Потому что, ну, очень многие бренды, у них там... Они даже не задумываются, что это может быть. И к ним приходишь с предложением и такие... О, блин, точно круто. Ну, мы просто 24 часа работаем. А бывает что? Ну, нафиг всё. Забьём и не будем делать. Уже нет. У нас такая система вокруг. Да, да. Ну, мы правда работаем. Двенадцать часов. Двадцать часов. Двадцать часов уже любят спать. Ну, этого не бывает. Это уже... Да, уже лет десять, наверное. Двенадцать даже не важно. Ну, это всегда преодоление себя. Никому никогда ничего не даётся легко. Ну, короче, с Якутии. Спасибо. Вам, наверное, интересно будет. Не, не будем применять. Минус пятьдесят приехали. Наташе интересно будет. Я посмотрю из Москвы, как она поедет туда. Пусть селфи там поснимает. Семь часов на самолете. Ну, чуть минус пятьдесят. Да, минус пятьдесят. Наташа Глопханц удалось там делать. Мы в Волометопе летом там можем идти. Понятно. Хотя летом там, наверное, тоже здесь. Нет, там круто у нас. Нет, я бы хотел, если, мне кажется, минус пятьдесят, это не так страшно уже к последнейшему. Минус тридцать, минус пятьдесят уже одно и то же. У нас ещё сухой климат. Знаете, такой фарг вообще. Ну, на фотках шикарный суть. Там, знаете, дошивак вот так делает и застывает. Через пять минут. Это вообще, на самом деле, в нашей Якутии это просто не реальный. А мы, у нас, ребята, клип снимали там. Элуану, якутяночка. А, да, да. Снимали его там. Наш, якутская. Якутский парень. Чисто якут. Прям якут-якут. Ну, у нас, наверное, национальный. Ну, вот, как бы, почти. Очень приятно было с вами вообще. Приятно было познакомиться, пообщаться. Спасибо. Спасибо. Вы поимедите, чешевы были. Вы все входили? Спасибо. Спасибо. А, вот и все. Вот и закончилась лекция. Все гости ушли. И приглашенные звезды тоже. Я очень-очень довольна своим первым опытом. Совсем не страшно, оказывается. Так здорово получилось, что еще и с Ириной Тоневой из фабрики соединила их. Еще и ребят пригласила в Якутию. Они с удовольствием хотят приехать. Ну, скорее всего, Наталья на свой YouTube канал сделает влог из Якутии, как только договорятся. Вот. И я супер довольна. Все прошло как нельзя лучше. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok